Друзья мои, всем привет! Мы с вами идём сегодня в Кос. По дороге я вам снимаю зайцев, которые остались от пасхальных праздников. Вот такая вот у нас тут инсталляция, которая до сих пор ещё стоит, хотя Истер уже давно прошёл, но, видимо, скоро уберут. А мы с вами идём потихонечку в Кос. Я знаю, что вы все очень любите походы мои в Кос. Ну, во всяком случае, мне так кажется, что вы любите. И я надеюсь, что мы получим удовольствие с вами. Надеюсь, что там есть что-то интересное, на что посмотреть. Вот мы проходим наши всякие магазины. Манклер, Тиффани. Здесь находятся магазины такие, сегмента люкс. Вернее, это не магазины, это большой-большой универмаг, универсам чуть не сказал, в котором есть эти отделы вот всяких дорогих люксовых магазинов. Там дальше Гуччи. Вон полиция стоит у входа, чтобы никто там ничего не унёс случайно. У нас вообще, как правило, во всех наших, все наши магазины, они вот так вот расположены, вот в таких больших универмагах. Вот это называется Holt Renfrew. А Кос находится напротив, ровненько, потому что Кос как бы не люкс, но не дешёвый магазин. Поэтому его расположили. Это такой угол торгового центра, в котором находятся магазины. Ну, такие. Дорогие и средний сегмент. Ой, что-то они здесь переделали или, мне кажется, нет. Всё то же самое. Какой красивый букет тут на витрине стоит. Вот. Очень красивый на витрине же белый такой жилет платье. Но трикотаж не моё. Сумочка симпатичная, я вам его показывала в прошлый раз. Вот коричневые какие-то брюки и рубашка. Вот чёрное платье, которое я, кстати, примеряла. А мы с вами идём внутрь. О, какой интересный костюм чёрный с белым. По-моему, есть такие же платья. Вот такого типа, как на витрине белое. Только здесь. Вот он, вот это вот платье-жилет длинное. А это эти короткие. И к нему есть юбка. Интересные сумки. Что здесь за украшение? Вот это что-то новое. Ой, мне надо надеть очки, а то я не вижу цен. 89 долларов. Очень скромно и лаконично, как всё в коз. Вот такие вот кольца, серьги. Вот эту сумочку я вам уже показывала. Там браслеты, я вам тоже их показывала. Здесь ремни. Вот такая сумка за кожаная, за 290 долларов. Просто такое, знаете, ведёрко с ручкой. Такие большие сумки-мешки. Очки тёмные появились. Почём? Кстати, красивые белые. За 135 долларов. Так, есть вот такие же украшения в золоте. А вот такая сумочка. Мы с вами ещё не видели её. Не вижу цену. Но видите, она... Наверное, ручка внутри есть. Похоже на ботегу, плетёшку. Только она, видите, как эта, выдавленная. Так, здесь, по-моему, кольца. Кстати, эти я вам показывала. Так, пойдёмте посмотрим, что ещё. Что-то белое белеется, что-то чёрное чернеется. Много белого, чёрного, жёлтого. Вот это мне нравится. Видите, костюм. И есть такие же платья. Есть такие же платья. Очень мне нравятся эти фасоны. Такие клёшные. Видите, широкие, широкие, широкие солнце клёш. И есть вот такие вот брюки. Они, знаете, и рубашки вот эти. Они платье, судя по всему, льняное или с примесью льна. А брюки и рубашка такие шелковистые немножко. Вот. Вот эта сумочка через плечо. И вот такая же расцветка, как там вот этот костюм. И вот видите, это украшение висит. И вот такое же, значит. Вот эта сумочка. Белое платье, красивое. Видите, какое красивое. Прекрасивое белое платье за 220 долларов. Сверху у него сделана резинка, чтобы оно не падало, видимо, с плечей. По фигуре. Я не очень люблю белый цвет. Хотя, наверное, пора полюбить его. Так, вот такие интересные костюм. Такой, знаете, как футболка такая с воротничком. И юбка такая узкая, трикотажная. Ну, это абсолютно не мой фасон. Поэтому я его, скорее всего, не понесу в примерочную. Вот интересные. Топ. Курточка такая и юбка с карманами, как будто юбка карго. Так, что нового еще? Сумки вот эти мы с вами видели, по-моему. Мне кажется, что мы их видели. Я вам показывала их. Вот это, по-моему, новое платье. И вот это. Вот это тоже, по-моему, новое полосатое платье. Знаете, что-то мне ничего так не бросается в глаза. Явно такого нового. Мы походим по... Похожу, вернее, я пошарюсь. Посмотрю, что нового. Вот то платье, по-моему, мы не мерили. Вот то вот это вот. Здесь такой же расцветки брюки. Ну, это вышивка. Вот такие, кстати, симпатичные брюки. И вот такой же расцветки платье. Только, ну, в смысле, такой же рисунок на ткани. Только вот ткань такая блестящая. Мне кажется, что мы его не примеряли за 220 долларов. Ну, все. Буду искать, что примерять. Вот этот костюм мы мерили. Нового не так много, но посмотрим. Из украшений, кстати, вот это новое колечко. С черным камушком и с таким прозрачным. Розовеньким или белым. И желтое и черное. Плохой был фокус. Вот такое вот оно колечко. Симпатичненькое. Почем оно? Оно у нас почем? Непонятная цена. И вот еще тоже темные очки. Вот такие интересные. Похоже на Селин. По дизайну. Вон, кстати, тот костюм на манекене. Только там оранжевый. А это черный с белой полоской. Ну, не для меня, конечно. Не мой фасончик. Так, друзья мои, мы с вами в примерочный, в кос. Как вы уже поняли, да? Вы видели, я сняла короткий обзор. Практически все вам показала. Кроме, наверное, парочки вещей, которые я принесла еще. Вот, допустим, я принесла вот эти брюки. И к ним я принесла вот такую очень интересную блузу. Давайте потом посмотрим. Вот это платье я вам не показывала в обзоре. И примерю его. Оно тоже очень интересное. Какое-то из двух слоев. Вот это платье я вам показывала белое. Я нашла его в таком защитном цвете. И вот этот костюм, который я сначала думала взять платье. Но потом подумала, что платье я успею. У меня уже два платья есть. Поэтому вот, чтобы было какое-то равноправие, так скажем, между брюками и платьем, я решила принести костюм. Так, на мне сегодня платье тоже. Ну, что делать? Смешное платье в смешных таких всяких жучках, бабочках, стрекозах. И в ушах у меня тоже за наушниками видно тоже бабочки. Не винтажные, обычные. Вот. И сапоги, потому что у нас до сих пор дождь и холодно. И уже было совсем тепло. А сейчас опять похолодало. И это очень неприятно. Мы уже думали, что у нас уже весна пришла. Все, давайте будем примерять. И посмотрим, что у нас тут интересненького. Так, первый комплект у нас. Он мне нравится. Единственное, брюки чуть-чуть маловаты. Это самый большой размер, который был восьмой. Мне вообще нужен десятый, а то и двенадцатый. Зависит от фасона. Но, как ни странно, они на мне сидят неплохо. У них нет замка. У них есть резинка на талии. Я с трудом их через свой кардашьян натянула на себя. И вот, я даже не могу сказать, что они мне малы. Единственное, что вот, конечно же, вот подтарчивает немножко. Его бы надо прикрыть чем-то. Но вот эта блузка, которую я взяла, видите, какая она широкая. Но у нее очень странный фасон. Она внизу, книзу. Она как-то сужается. Вот тут внизу. То есть, я выбрала размер, по-моему, это шестерка. Потому что я посмотрела, и я подумала, что она совершенно невероятно огромных размеров. Но я как-то не обратила внимания, что внизу она вот такая вот узенькая какая-то. И это не очень красиво. Вот так. Хотя, может, и ничего. Зато пол прикрывает. Видите, какая она интересная? Она внизу узкая. Узкая. Здесь у нее сделаны какие-то выточки. Очень интересная фасоль. У нее потом... Она немножко прозрачная, немножко светит. Но если надеть вниз какой-нибудь топ или бежевое белье, то это не будет видно. Но вот видите, какой у нее рукав широченный. На резинке. Такой интересный фасон. А внизу она прямо узенькая, узенькая. Вот такая. Вот такой длины. Видите, здесь все это... Это очень интересная штука. Я ее так немножко подзаправила. Подзаправила, чтобы брюки были видны. И вообще, мне кажется, она так выглядит получше. Вот такие брюки. Брюки вышитые. Длина мне прям точная. Я прямо удивляюсь. Я, правда, на каблуке. Но, если честно, я маломерок, метр шестьдесят. И то, что мне хороши по длине брюки кос... Вот удивительно. В Заре мне почти очень много брюк. Они все мне длинные. А в кос мне прямо в самый раз. Хотя мне казалось, что кос на высоких. Платье мне очень часто очень длинное в косе. А вот брюки мне как раз. Вы знаете, они очень хорошо сидят на попе. Вот смотрите, как красиво. Несмотря на такой большой, аляпистый рисунок. При том, что у меня, в общем-то, такой, ну, немаленькая пятая точка. Они как-то вот не толстят. Видите как? Очень хорошо сидят. Хотя они мне как бы маловаты немножко. Но я бы не сказала. Красиво сидят сзади. Мне они нравятся. Но цена, конечно, ну, вы знаете, у нас цены в кос. Такие. Ну, сейчас посмотрим. Я их сниму, вы посмотрите. Так, блузка 100% рами. Вы знаете, вот это рами, вот это вот рами, рами. Я точно не знаю, как произносить эту ткань, которая крапива. Она совсем не очень дорогая. Она очень интересная. Хороший состав. И цена 135 долларов. Не страшно. Это вообще был четвертый размер. Сейчас я вспомнила. Там был двойка, четверка. И потом какой-то шестнадцатый, четырнадцатый, двенадцатый. А я посмотрела на нее и подумала, господи, она и так такая широкая. Куда мне еще какой-то двенадцатый размер? Я сейчас попробую так ее повесить, чтобы свет не отсвечивал. Потому что, да, вот эта ткань, она такая вот немножко прозрачная, с блеском. Понимаете? Вы знаете, о чем я говорю. Так, я вам сейчас ее покажу, какая она интересная. Значит, она спереди, вот просто обычная, ничего в ней нет. Ну, вот кос всегда что-нибудь придумает интересное. Она просто как-то к низу зауживается. Кстати, довольно сильно мнется. Рукав с резинкой. А сзади, 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 у нее вот такая вот кулиска с веревочкой. И вот здесь она как-то подрезана. Сейчас я вам попробую снять, чтобы вы поняли. Сама ничего не понимала, как это сделано. Она вот так вот отрезана сзади, посередине спины. И вот тут вот у нее пришит рукав. То есть она вот как-то сзади, на спине, она отрезана. И идет как-то сужение. Очень странный фасон, интересный, необычный. Как всегда, все в кос. Причем вот этот отрез, он только на спине. Спереди все ровненько. А вот сзади, вот так вот она, интересно, посередине перерезана горизонтально. Здесь какой-то, знаете, рукав такой широкий вот этот буф какой-то. В общем, странная плуза, но интересная. Я очень люблю такие вещи. Необычные и кос этим отличаются. Так, брюки. Ой, я сейчас посмотрю состав. Вы знаете, на мое удивление, брюки сделаны из стопроцентной шерсти, а подкладка из стопроцентного хлопка. Но я не вижу, где у них тут подкладка, если честно. Я что-то не заметила подкладку. Подкладка вот только вот есть в кармашках. Потому что сзади есть карман, есть карман в швах вот тут. А так-то у них подкладки и нету на самом деле. Но стопроцентная шерсть. Я думала, они летние, честно говоря. И вот этот вот рисунок, он вышит. Выткан как-то вот так. Не вышит, а значит, выткан. Стоят они 220 долларов, размер был восьмой. Вы видели, они на мне сели очень хорошо. По-моему, да? Как ни странно. Но у них вот здесь, это не настоящий замок. Это просто как будто бы фейковый замок. И они сзади на спине, на резинке. Вот до сих пор у них резинка. И я как бы натянула их на себя, как сзади ведь один кармашек. Когда натягивала, я испытывала некоторые неудобства. Потому что все-таки, если бы был замок, вот здесь вот растягивался бы пояс, мне было бы удобнее. Но, в принципе, налезло на меня. И я как бы чувствовала себя в них очень комфортно. Брюки шикарные, классные, чистая шерсть. Но вы знаете, они при этом... Ну, они такие весенние, да. Я бы сказала, что по фасону и на вид они как будто бы летние. Вот эти вот вытканные цветы, как-то это зимой не очень ассоциируется. Ну, хотя, может, это мои какие-то странные представления, что вот эти вот такие вот цветы большие, это все-таки какая-то летняя больше история. Но, тем не менее, они шерстяные. Вот здесь карманчик, в общем, даже в кармане вышивка вот эта. Классные, очень классные брюки. 220 долларов, да, размер восьмой. Абсолютно шикарное платье с американской проймой. Я не люблю вот это горло, они очень часто делают. Вот, если делают американскую пройму, то делают вот здесь горло. Сзади оно завязывается на бант. Сейчас покажу вам, подождите. Вот он, видите, бант. Твойной. Его можно перекинуть наперед и будет еще интереснее. Вот такой бант. Но, по-моему, тут достаточно интересов в этом платье. Значит, я люблю американскую пройму. Единственное, что я не люблю, что надо что-то придумывать сливчиком. Его как-то надо заправлять, делать какие-то вот такие вот шлейки специально. Как-то, в общем, не очень-то удобно. Хотя это очень красиво. Горло не люблю, уже сказала. Бант сзади завязывается. Можно оставить его сзади, можно перекинуть спереди. Значит, оно двойное. Это платье состоит вот из платья, как такового. Кстати, тоже очень длинное. И платье с карманами. И сверху накидывается с двух, и спереди, и сзади вот такая вот, такой вот накидуха такая. Это прямо очень красиво. И здесь карманы. Прям не платье, а мечта. Откоротить только надо. Здесь небольшой разрез. Ткань какая-то очень тоже, но по ощущениям, что-то очень хорошее. Что-то, я удивлюсь, если это синтетика, по-моему, нет. Посмотрите, какое красивое, великолепнейшее платье. Как это красиво, интересно сделано. Я думаю, что оно очень дорогое, потому что здесь ткани пошло, как на два платья, серьезно. Вот. Ну, это так все красиво летит и струится. Какая-то такая блестящая ткань. Это очень красиво. Как косовские вот эти фасоны. Знаете, необычные. Супер. Великолепно. Просто что-то необыкновенное. Прямо очень мне нравится. Но оно опять же такое. Видите, оно немножко светится. У меня там черные колкоты. Я прямо вижу. Сверху, поэтому второй слой. То есть, они решили не под низ делать, не нижнее платье, а делать вторым слоем. Вот такая красота. Так, смотрите. Значит, я немножко ошиблась составом. Я почему-то думала, что тут что-то прям супер-пупер. 60... 80%... 85% леоцелл. И все остальное какой-то полиэстер, синтетика. В нем есть. Как ни странно. Хотя на вид, я думала, что это вот такая же. Вот типа вот этой раме. С примесью чего-то. Прямо, знаете, оно тоже такое немножко прозрачное. И такое впечатление, такая приятная, на ощупь, ткань. Ну, леоцелл. И немножко синтетики. Стоит оно 250 долларов. Да, так у нас стоят дорогие платья. Вкус. Размер 6. Вот его номера, если вы хотите заказывать. Размер 6. Опять же, я ношу 8-10. Но вот такие широкие платья. Вкус. Я могу 6 и даже 4. Но вот 6 на мне очень хорошо сидел. Я считаю. Сзади, видите, вот так вот завязывается бант. Можно сделать, просто завязать на узел и эти ленты как бы перекинуть вперед, чтобы было интереснее. А можно и так оставить. Или просто, если вам мешают, например, у меня длинные волосы, мне этот бант будет мешать. Хотя можно не завязывать бантом, а просто завязать на узел и оставить вот эти ленты. Связать сзади как бы для интереса. Очень красивое платье. Цвет такой интересный. Горчично-зеленоватый. Очень интересный цвет. Мне оно очень нравится. Это платье очень. Просто, просто очень нравится мне оно. Единственное, что мне пройма низковатая. И вот здесь без гадера у меня торчал. Вот. А так все прекрасно. И горло не очень я люблю. Но вы знаете, мне кажется, что его можно как-то так сделать. Чтобы оно было не прям под горло, а как-то вот так. Немножко его как-то прикрепить тут. Или что-то такое. Будет. И оно будет прям не такое горло-горло, а будет как будто такой хомутик. Опять мне очень нравится. Смотрите, какой классный костюм. Широкие брюки. Брюки, кстати, очень похожи на эти по фасону. Только они пошире. Но они тоже, видите, у них тоже сзади резинка. И тоже восьмой размер. Я тоже на глаз так выбирала и поняла. Знаете что? Я не похудела. Это просто вот у них, мне кажется, в зависимости от сезона. Лекала меняются. Или как-то так. Ну, во всяком случае, я иногда примеряю. Мне десятый нормально, иногда десятый мал. Двенадцатый большой, иногда двенадцатый хорошо. Вот в этот раз у меня прямо восьмой. Ну, может, я чуть-чуть похудела. Ну, может, на килограмм. Но это правда не... Уже не так... Это не размер. Килограмм веса это не размер совершенно. Ну, во всяком случае. Короче, брюки. Блуз так вообще маленькая я взяла. Потому что они очень широкие. Брюки тоже вот такие. Видите, у них нет замка. А сзади резинка и карманы здесь. И мне пришлось... Ну, я как бы натягивала их через попу. И они совершенно прекрасно у меня натянулись. Без проблем. Даже легче, чем вот эти черные. И они такие... Знаете, такой немножко пижамный вайп. Мне бы сюда еще плечей. Вот так, да? Было бы вообще супер. Но даже так хорошо. Это такая блуза. Она здесь застегивается. У нее скрытая застежка. И там вторая пуговица. То есть она как бы с запахом с таким. И вот такие вот брюки широкие, клюшные. Какие же они классные. Какие же они красивые. Вообще весь этот костюм мне очень нравится. Я просто... Вообще... Я спичилась. Как это красиво, девочки. Так сидит шикарно, мне кажется. Правда? Ну, я не знаю. Худит меня? Или я правда похудела? Или здесь зеркала такие, или что? Я не знаю. Ну, правда, я на себя натягиваю восьмой. Я десятый с трудом на себя натягивала раньше. Я вроде... Ну, чуть-чуть. Я же, знаете, я вам говорила. Я очень стараюсь похудеть. И... Ну, я бы сказала, что килограмм ушел. Ну, не больше. Ну, может, чуть-чуть кило двести. Но это же совсем не... Так не отражается уже, например, на одежде. Чтобы так прям сразу видно стало. Нет. Ну, тем не менее. Красота. Так, состав здесь 83 модал и 17% полиэстер. И подкладка 100% хлопок. Я не знаю, где здесь в брюках. А, вот здесь есть немножко подкладочка. Видите? Спереди на лацканых передних. Вот так вот он красиво сделан. Да, 170 долларов он стоит. Шестой у меня был размер. Вы видели, он сидел на мне хорошо. Можно было восьмой посвободнее. Но мне посвободнее я окажусь толще, мне кажется. Ну, вот так мне кажется, девочки. И, видите, у него здесь внутри есть пуговица. И вот здесь вот скрытая пуговица. Пижамненький такой костюмчик. И брюки тоже. Тот же состав. Стоят они. Стоят, стоят, стоят. Они тоже 170 долларов. Размер восьмерка. Вот их номер. И тоже, видите, сделан как бы фейковый замок. Здесь такие вот веревочки. Можно завязать их. Но мне не надо. На мне и так хорошо сидит. И сверху резинка на поясе, сзади и спереди. Карманчики. И они очень клёсные и очень классные. Красивая расцветка. Вообще обалденная. Знаете, это не белый, черный. Это такой молочно-розоватый. Самую чуть-чуть розовиночку. В принципе, молочный слоновая кость. Цвет с чёрным. Потрясающая красота. Очень красивый костюмчик. Просто очень красивое платье. Просто невероятно красивое платье. Я вам показывала, в зале висело такое же белое. Вот эта вся тема принцессы, рукава, фасончик. Устенькое, фаталии, карманы. Оно с подкладкой. Единственное, что меня немножко смущает. Как сделано вот это вот. Вот эта резинка здесь. Она, видите, как-то... Ну, её как-то надо сильно так выкладывать, раскладывать. Сзади замок. Как-то она оттопыривается. Вот видите, если я стану боком... Вот как-то вот так. Может быть, мне кажется... Может, оно должно... Ну, мне кажется, оно как-то не очень хорошо прилегает. За счёт этой резинки. Хотя резинка держит его, чтобы она не падала. И чтобы была вот прям такая принцесса-принцесса. Можно было бы мне на размер больше. Вот здесь, вы видите, так оно плотненько. Но мне кажется, что здесь бы... Оно бы просто из меня бы слетело. И за счёт того, что это плотная ткань и подкладка, оно не очень сильно облегает. И очень красиво. Просто очень. Цвет такой интересный. Такой зеленовато-защитный. Тоже такой очень интересный цвет. Было там белое. Белое вообще, наверное, будет выглядеть, как платье невесты. Но вот это такой... Оно с подкладкой. За счёт этого юбка такая немножко пышная. Вот. Ну, красота же. Как же красиво, девочки. Сейчас я подальше отойду, чтобы вы посмотрели. Великолепная. Длина хорошая. Не слишком длинная. Потому что вот это, вот это, оно прямо не в пол. А вот это в самый-самый раз. Ой, красиво, не могу. Красиво, не могу прям. Вот это вот только меня смущает как-то. Как-то не очень комфортно себя чувствует. Так, смотрите. Состав у него 74% леоцел и 26% лён. И подкладка 100% хлопок. И стоит оно 220 долларов. Это был 10 размер. Вот его номер. И вот так вот оно красиво здесь сделано. Швы вот такие вот приталенные. Книзу расклешённое оно. Красивые, очень пышные рукава. С подкладкой. Видите, вот здесь вот эта вот резинка пришита, которая немножечко как-то оттопыривается сзади. Вот замок. И тоже два шва. Очень похожие платья, если вы помните. Да, и карманчики. Я примеряла в Юникло. Ну, конечно, не такое. Но такого же плана оно было с квадратным вырезом. Если вы помните, оно было трёх цветов. Зелёное, чёрное, ещё какое-то, не помню. У него был квадратный вырез. И тоже вот здесь вот было три шва спереди шов. И вот такие вот два шва по бокам, которые делали фигуру очень красиво, подчёркивали. И книзу оно было расклешённое. То было платье, по-моему, из хлопка. С ольном или чистый хлопок. Или чистый лёно, не помню. Но, в общем, если вы помните моё видео с Юникло, я его два раза, один раз примеряла зелёный, один раз чёрный. Зелёный медиум взяла, мне было маловато. А лардж чёрный был в самый раз. Вот такой же фасон был. Это, видимо, какой-то сейчас тренд. Вот такие вот приталенные платьицы. Это узкие, с красивым вырезом, женственные, с красивыми рукавчиками. Шикарно, очень красиво. Ну что ж, друзья мои, вот такие у нас были сегодня примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Как всегда, в кос очень много чего мне нравится. Вообще, я люблю очень кос, несмотря на то, что у них очень строгие, казалось бы, считаются базовые такие вещи, но у них есть очень интересные фасоны. Вот два платья, вот брюки, всё, как бы всё, что я примеряла, это не базовые вещи. Это совсем не такие скучные, потому что кос считается скучным. Ну да, у них есть очень много таких футболок, брюки, такие, знаете, ну как бы, ну база, база, база. Но не только. У них, видите, очень много интересных вещей, просто очень интересных, классных, стильных, хорошо сделанных, из хороших тканей. Цена безумная, конечно, ну поэтому я здесь покупаю только, скупаюсь только на распродаже, до которой никогда ничего не довисает. Я, конечно, могу купить, если очень мне захочется, всё, что мне нравится здесь, ну там, не всё, но парочку вещей могу купить, и за полную цену. Мне как-то жалко. Вот правда жалко 200 с чем-то долларов отдавать, плюс налог, то есть оно будет за 250. Платье, которое 220, оно будет стоить за 250 долларов, в районе 250. В общем, и мне как-то стрёмно, знаете, ломает мне. Всё. Всех люблю, целую, всем привет из Канады, пока-пока-бай.